В эфире программа День Города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этого дня расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Пожар в центре Рязани. Хозяин сгоревшей квартиры отказывался ехать в больницу из-за домашних животных. Что нам снег, что нам зной. Как спасаются от холода те, чья работа не в теплом кабинете. И кататься с горки на Кремлевском валу. Чем грозят зимние забавы памятнику культуры федерального значения. Сегодняшний сильный мороз прибавил работы пожарным. Спасать от холода иногда включают сразу по несколько электронагревателей. Проводка, особенно в старых домах, может не выдержать. Так сегодня в Первомайском проспекте горела квартира. Подробности у Анны Герцовской. Люди, сотрудники МЧС, медицинские работники и лестница на 11 этаж. Постепенно с нее спускались пожарные. Через некоторое время, после того, как очаг возгорания в квартире номер 72 в доме, расположенном на Первомайском проспекте 58, корпус 2 был потушен, наша съемочная группа первая из СМИ оказалась в помещении, где еще держались клубы дыма. Запах сгоревшего пластика, от которого сразу начинает болеть голова. Трудно представить, как здесь находился пожилой мужчина в течение 10-15 минут после возгорания. Причина предварительная. Пожар, как с его слов, он говорит, что у него загорелась электропроводка, от которой пошла занавеска и впоследствии пожар перешел на балкон. Мы это все наблюдаем. Мужчина лет 60, имеет группу инвалидности, он пережил инсульт. По словам спасателей, все время с момента начала возгорания и до приезда пожарных он провел в своей квартире, поскольку не мог выбраться самостоятельно. Пожарным пришлось ломать входную дверь в его квартиру и выводить на улицу через лестницу. Сотрудники МЧС также отметили, что сообщения о возгорании поступали из разных источников, от самого пострадавшего и его соседей. Поступило сообщение в 12.46 на пульт пожарной связи. Сам хозяин квартиры находился в доме. В 12.55 первое подразделение прибло к месту вызова. Дополнительно были вызваны суда расчеты, так как 11 этаж. В общем, был вызван коленчатый подъемник и автолестница. В ходе проведенных действий по тушению пожара он был в час 11 уже ликвидирован, поэтому специальной техникой был дан отбой, потому что она не потребовалась. На пожаре пострадал хозяин, доставлен в больницу с признаками отравления угарным газом. Тушили квартиру изнутри, протянув в нее специальный пожарный рукав. Жители с верхних этажей были эвакуированы. Остальные граждане по собственному желанию покинули свои квартиры, наблюдая за происходящим с улицы. Теперь сотрудники МЧС должны установить причину возгорания. На месте пожара в качестве вещей, которые могут в этом помочь, они изъяли удлинитель. В 72-й квартире больше всего пострадал балкон, а также одна из комнат. Копыть, сгоревшие вещи и ожидающие хозяина невредимой рыбки в аквариуме. Сегодня в области столбик термометра опускался до 20 градусов ниже нуля. По-настоящему морозный день заставил горожан доставать из шкафов самые теплые вещи. Что касается пешеходов, то самые бывалые советуют перед выходом на мороз плотно покушать и теплее одеться. По прогнозам синоптиков, уже завтра сильные морозы должны отступить. Как приходилось сегодня тем, чья работа – это не теплый кабинет, а целый день на улице, узнавал и наш корреспондент. Наверное, многие задумываются, как сотрудники ГИБДД проводят рабочее время на улице в сильные морозы. В какой-то степени их спасает то, что по мере замерзания каждый из них может согреться в патрульной машине или на посту ДПС, в то время как другой из напарников отправится на улицу. На определенного времени нет никакого, смотря кто, сколько сможет простоять, как вытерпеть. Соответственно, кто как одет, кто сколько протерпит, стараемся друг другу помогать и менять. На дороге в любом случае перед постом в Дягилево должны оказаться два сотрудника госавтоинспекции. Поскольку это федеральная трасса и проходимость участка самая большая, побегать в морозы приходится, так что и это греет. А вообще, как выяснилось, холода или летняя жара для полицейских – это дело привычки. Среди секретных методов зимой нет согревающего супа или какого-то чая с утепляющим эффектом. Зато спасает просто теплые одежды, обувь, шапка и капюшон. На мне термобельон одет, соответственно. Два свитера, ну и простая остальная все форменная одежда. Чтобы узнать, как привыкают к холоду представители других профессий, мы отправились на одну из торговых точек. Стоять за прилавком и что-либо продавать на улице в мороз – это настоящий подвиг. Таким работникам, в отличие от госавтоинспекторов и сотрудников ППС, не приходится часто перемещаться. Да и патрульные машины с печкой под рукой, где можно согреться, не окажется. Нам тепло. Как это? Мы не мерзнем. Лично я не мерзну. А как вы, почему не мерзну? Вы же на улице находитесь. Ну и что? Привыкли уже 30 лет на улице. Оказалось, что только опытные продавцы, по их же словам, могут выдерживать лютый мороз. Конечно, все-таки из-за того, что люди этой профессии на рабочем месте мало двигаются, они согреваются горячим супом и чаем. Побольше стараются есть – это их секрет. Ну и, конечно, одеваться нужно соответственно. Ну, маечка, кофточка одна потеплее, и вторая потеплее. И вот, курточка. Обязательно. А так холодно очень стоит. То есть, молодежь, наверное, уже не будет выдерживать. Молодежь немножко пошла уже послабее. Оказывается, для многих людей мороз совсем не мороз. Они спокойно относятся к холодам, даже когда столбик термометра опускается до минус 20 градусов. Среди тех, кто работает на улице, можно назвать и сотрудников СМИ. Журналисты, операторы, фотографы также в теплой одежде справляются с холодами. Много двигаясь и переезжая от съемки к съемке, мужественно грея руки около печки в машине. Терпение всем рязанцам, тепла и хорошего настроения в этих холодах. Когда на улице минус 20, хочется быстрее сесть в теплую машину. Но получилось это сегодня не у всех. Завести двигатель оказалось не так просто. Из-за резкого похолодания жители города вновь сегодня опаздывали на работу. О том, что автомобилистам нужно брать с собой и как подготовить автомобиль с вечера, в сюжете Галины Ершовой. Автомобиль не роскошно требует постоянного ухода, особенно в минусовые температуры. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, позаботьтесь о нем заранее. Если даже в теплую, спокойную погоду машины не сразу заводятся или притухают лампочки на панели, то это серьезный повод осмотреть аккумулятор. При резком похолодании он может разрядиться. Также внимательно выбирайте место для парковки. Если вы, допустим, видите, что возле вашего дома наметы или сугроб, а у вас, допустим, переднеприводный автомобиль, припаркуйтесь задом, передняя ось останется в более начищенном месте и, соответственно, вам будет с утра гораздо более удобнее оттуда выбраться. Если задний автомобиль, то, соответственно, наоборот. Также постарайтесь проветрить автомобиль перед уходом. Оставьте открытыми двери, пока вы не маете сумки или приоткройте окна. Это нужно, чтобы температура внутри автомобиля сравнялась с уличной и на стеклах не образовался конденсат. Дело в том, что капельки влаги, которые испаряются с одеждой и ковриков, а также выделяются при дыхании, быстро замерзнут на ваших стеклах. И понадобится не меньше 15 минут, чтобы избавиться от них перед следующей поездкой. Если это все же произошло, направьте на стекла поток теплого воздуха. Одновременно с этим включите кондиционер. Эта нехитрая схема поможет быстрее убрать из воздуха лишнюю влагу. Также утром внимательно следите за электроникой. Не пытайтесь на замерзшие дворники включить в машине, пытаться открыть окно. Миллионы людей приезжают, в которых оторваны окна, грубо говоря, от держателей, сломаны дворники и прочие-прочие элементы. То есть все эти элементы лучше делать постепенно. Чтобы комфортно чувствовать себя на дороге и не бояться приключений, положите в багажник несколько простых вещей. Обычно теплые перчатки, трос буксировочный, лопату первым делом. Но без этих вещей в России очень тяжело зимой особенно. И самое главное аптечку. Начинающие водители также могут приобрести силиконовую смазку для уплотнителей дверей. Фирма и цена не имеют значения, ведь состав у них практически идентичный. И размораживатель для замков. Покупка такого нехитрого набора обойдется в пределах тысячи рублей. Добавьте к этому заряженный мобильный телефон и можете чувствовать себя спокойно. В помощи сейчас существует много соц. сетях и групп, в которых можно оставить заявку. И уже буквально через 5, а то и меньше минут, люди откликнутся и придут на помощь. Речь идет об обычных группах для водителей. Андрей проверил их эффективность на практике. Однажды он застрял в лесу, и добрые люди уже через полчаса помогли ему выбраться из снежной западни. Но все же старайтесь рассчитывать только на свои силы. И четко оценивайте состояние автомобиля. Ведь вы не просто можете опоздать на важную встречу, но и создать опасную ситуацию на дороге, которая в зимний период и так напряженная. В сети появилось видео, как дорожники на одной из рязанских улиц закладывают ямы асфальтом в перемешку со снегом. В ночь на 25 января по улице Новаторов подрядчики латали дорогу распространенным в России способом. Смешивали асфальт и снег. Работа велась именно в темное время суток. Меня, как автомобилиста и налогоплательщика, вчерашняя картина задела, написал автор видео. В сентябре 2016 года исполнилось 75 лет с тех пор, как началась блокада Ленинграда фашистскими войсками. В результате которой 872 дня город был в почти полной изоляции, но не сдался. Полностью он был освобожден 27 января 1944 года. Рязанская область была в числе регионов страны, куда привозили эвакуированных жителей осажденного города и бойцов, раненых на Ленинградском фронте. Для нескольких тысяч ленинградцев Рязанская область стала второй родиной. В Рязани создана и действует вот уже 13 лет организация – жители блокадного Ленинграда. И память погибших в осаде города на Неве святы чтят в нашем городе по сей день. Завтра в Рязани во второй раз состоится акция «Блокадный хлеб». В этот день во всей стране отмечается День воинской славы России – полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Цель акции – почтить память тех, кто погиб во время военной блокады, длившейся в ходе Великой Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В годы войны Рязань стала одной из первых принимать на лечение жителей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. В настоящее время на территории региона проживает около 200 его жителей и защитников. Рязанцы в эту зимнюю пору, как взрослые, так и дети, облюбовали Кремлевский вал для традиционной зимней забавы – катания с горы. Тем временем немногие из них подозревают, что это не только наносит вред объекту культурного наследия федерального значения, но и опасно для жизни. Ирина Ковалева расскажет далее. Зима – прекрасное время года хотя бы потому, что только в эти холодные месяцы можно покататься на лыжах, коньках и, конечно же, санках. Кого-то устраивают небольшие горки в парках и возле школ, кто-то предпочитает в поисках более крутых склонов, а следовательно и острых ощущения выезжать за город. Правда, некоторые считают, что прокатиться с ветерком можно буквально в центре Рязани, ну, например, с вала, что находится на территории Кремля. При этом любители зимних забав забывают, что земляной вал является объектом культурного наследия. Он был возведен несколько веков назад, и подобное катание на санках способствует его разрушению. То, что мы видим сегодня, это лишь часть оборонительного сооружения, которое было построено для защиты средневекового города Переиславля-Рязанского. Раньше вал был намного выше, длиннее, и его гребень венчали деревянные стены и башни, которые уже в 17 веке были разобраны за ненадобностью. В 19 веке вершина вала была срезана примерно на 2 метра для обеспечения обзора храмов Кремля с территории города. Сегодня же с каждым годом и без подобных кардинальных мер вал разрушается. Конечно, отчасти виной тому естественные природные процессы, но не обходится и без негативного влияния человека. Дело в том, что если поверхность такого сооружения не задернована, то есть не покрыта травой, то эти процессы ускоряются и происходят намного интенсивнее. А почему у нас поверхность и вал не задернованы? В первую очередь, это вытоптанные прохожими, туристами, посетителями тропинки. И с каждым годом их площадь увеличивается, и в том числе растет количество промоин и других негативных явлений, которые поверхность вала разрушают. А что же происходит зимой, когда поверхность вала покрыта снегом? Дело в том, что после катания с вала на санках на его поверхности появляются углубления. Весной, когда снег растает, именно в эти углубления устремится вода, в результате чего образуются борозды. О недопустимости катания со склонов вала на санках четко написано на информационных щитах, расположенных на территории Кремля. Но, по всей видимости, мало кто их читает. А как вам тут катается? Страшно с такой горки? Немножко страшно. Скажите, а вы знаете, что это вообще как бы памятник, что тут нельзя кататься? Нет. Не знаете? А вот там информационные щиты везде. Вы их не читаете? Нет. А вы знаете, что это разрушает вал? Как? Как разрушает? Вот вы проезжаете, после вас остается след, да? И поэтому с лету стекает весной вода. И таким образом идет разрушение верхнего слоя памятника. Печаль. И вы будете продолжать кататься, да? Ну что? То есть вас это не интересует никак? Не интересует. Справедливости ради стоит заметить, что молодой человек все же ушел с вала, забрав с собой своего друга. Может быть, ребята действительно не задумывались о том вреде, который приносит. Однако, если кого-то не интересует судьба объекта культурного наследия, стоит задуматься о собственной безопасности. Ведь в основании вала есть железные трубы, колодцы, незаметные под слоем снега. Кроме того, внизу проходит дорога, по которой не очень часто, но все же... На этом у меня все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте. Город62.тв Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин